Дмитрий, изучив Вашу автобиографию, так сказать, несмотря на Ваш молодой возраст, Вы добились уже очень многого. И Вам есть чем похвастаться. Музыка, кино, публицистика, работа в прямом эфире. Это перевоплощение, перевоплощение мгновенное, очень тяжелый труд. Клип называется у Вас «Как же ты могла?». О такой очень сложной теме предательства, обмана именно девушки. И, кстати, сказать, девушки, девушка, прекрасная красавица, Ирина Антоненко, я ее Антоненко, извините, вижу перед собой. Она мисс Россия 2010, актриса, лицо нового аромата Герлен. Это фантастика, такая просто очаровательная красавица, необыкновенная девушка, необыкновенной красоты. И она согласилась на такую роль. Дмитрий, Вы также легко перевоплощаетесь в клипе, не только внутренне, но и внешне. Вы меняете прическу, Вы меняете макияж, Вы меняете одежду, и это с успехом Вам удается. Скажите, пожалуйста, вот посредством этих перевоплощений чувствуется и актерская, очень хорошая актерская подготовка, прежде всего. Но, судя по, после просмотра Вашего клипа, Вы владеете, тонко чувствуете макияж, прическу, одежду. Как Вы все успешно сочетаете в себе? Кто Вам помогает составлять или собирать новые образы? Обращаетесь ли Вы к профессиональным стилистам? Либо сами все собираете от самого начала и до конца? В конце концов, артист всегда держит ответ перед своим зрителем, поэтому, конечно, основная ответственность идет перед ним. То есть, так или иначе, за результат отвечает артист, потому что все претензии будут к нему, если претензии, все похвалы тоже будут к нему. Поэтому, конечно, прислушиваемся, я думаю, и я, и Ирина, к советам профессионалов. Наверняка всегда прислушиваемся к тем советам, которые дают опытные люди в той профессии. Например, это стилисты, например, это визажисты, например, это дизайнеры и так далее и тому подобное. Мы, прежде всего, прислушиваемся, а уже потом принимаем решение. Конечно, ответ держим сами. Но, что немаловажно, всегда важно выбирать команду, которая с тобой работает. В случае, если ты к ним требователен так же, как и к себе, взыскателен к ним, я думаю, результат всегда будет положительный и позитивный. А в случае, если ты, конечно, это все бросаешь на обум, тут ничего особенно хорошего тебя не ждет. Вот я, конечно, часто экспериментирую с внешностью. Вот, Ира, можешь тем же самым похвастаться? Бывало у тебя? Вы знаете, у меня было время, ну, это было в юношестве совсем, когда я ходила с синими волосами, с красными волосами. Я была блондинкой. Даже это было, но об этом многие знают. Поэтому вы первые. Спасибо. Креатив приветствуется. Вы такая смелая... Ну, если вы даже согласились на такую роль, я совершенно верю вам, что вы ходили с синими волосами, с зелеными и желтыми. Я, кстати, хочу сказать, что сегодня будет премьера не только клипа на песню «Как же ты могла», сегодня здесь будет премьера проекта «Кинопробы». Это целый короткометражный художественный фильм, в котором и Ирина снялась, и я снялся. Это как бы вот такое большое вдохновение, на которое меня вдохновило. Вот Ира, собственно говоря, я ее увидел в ГИТИСе. Я ее увидел, потому что я сам закончил ГИТИС. Видимо, отсюда вот эти вот актерские, то, что вы говорите, мало кто знает, что я играю в театре. На самом деле, уже 10 лет я служу в Московском театре «Луны». И вот увидел Ирочку на одном из экзаменов. Она мне безмерно понравилась и сразу пригласила ее сниматься в клип. А потом вдохновила меня на целый, так сказать, художественный фильм, можно сказать. Сегодня здесь премьера большая, и там как раз очень много образов различных. Я думаю, что вот зрители оценят по достоинству и премьеру этого кинопроекта, можно так сказать, ну и премьеру, конечно, клипа. Также сегодня здесь премьера альбома. А что такое альбом? Внутри альбома каждую песню мы с Ирой решили разыграть, как два актера. Потому что она актриса и я актер. Мы решили каждую песню сыграть актерски. И, пользуясь услугами, там, скажем, фотографов, дизайнеров, да, мы создали некую фотографию, которая символизирует песню, текст песни, драматургию, заложенную внутри песни. И вот, мне кажется, сегодня здесь просто такое буйство красоты, креатива, что касается стиля. И, уверен, что, ну, такой контент, который внутри альбома, творческий именно контент, это и кинопробы, это кинопроект, да, это и клипы, в том числе клип «Как же ты могла», и этот фотопроект, я думаю, что все это вызовет, ну, скажем так, огромный отклик у публики. И, конечно, нельзя не оценить такой вот, такой бриллиант в коллекции всего этого дела, как Ирина Антоненко. Спасибо тебе большое, Ира, что согласилась. То есть я не знал, что она Мисс Россия, честно, я просто к ней подошел, потому что думал, что милая девочка, студентка из ГИТИСа. Если бы я знал, что Мисс Россия, может быть, и не подошел бы, а тут вот к смелости набрался и подошел. Вот и все срослось, за что ей огромное спасибо. Знаете, я вот как раз сейчас стою, слушаю, да, Димку, вот он говорит, да, мы сделали это, мы сделали это, сегодня покажем это. Я понимаю, на самом деле, что работа у нас с тобой была колоссальная, но она настолько легко проходила, мы получали от этого исключительно положительные, да, эмоции, что сейчас мы понимаем, что было все не зря, и мне кажется, люди будут испытывать вот этот вот позитив, вот эту нотку такой необычной какой-то, вот, нотку такого настроения, которое мы испытывали тогда, и мы сможем это передать, вот, так что посмотрим на результат. Мы пытались запечатлеть, мы пытались запечатлеть любовь и в фотографии, и в видео, и в музыке. Надеюсь, что нам это удалось, в том числе посредством стиля перемены образов, потому что любовь бывает разная, она бывает и нервная, и прекрасная, и ужасная в каких-то проявлениях. Собственно, надеюсь, и со слезами, и с улыбкой, совсем-совсем надеюсь, что нам это удалось сделать. Ну, я заслушалась, я не могу от вас оторваться, вы очень прекрасная пара, я вам желаю творческого тендема долговременного, и самое главное, чтобы у вас все получилось то, что вы задумали, но вопросы наши не закончены, вы слишком торопитесь от нас уйти. Дмитрий и Ирина, можно к вам тоже этот вопрос адресовать. При таком напряженном графике, имеет ли место в вашем, все-таки, вклиниваете ли такие процедуры, как, допустим, спа, или посещение салонов, или вы дома восстанавливаете, что предпочитаете? Нашим читателям, зрителям это очень интересно. Ну что, ты ходишь в спа, у меня просто нет на это времени, честно, мне уже дважды поклонники дарили различные походы, во всякого разного рода салоны, которые как-то призваны, чтобы человек немножко отдохнул, расслабился, привел себя в порядок, у меня просто нет времени, у тебя бывает время? У меня тоже не бывает, у меня, слава богу, спасает моя ванная, которая есть у меня дома, потому что у многих даже ванной нет, есть только душ, и мне, слава богу, у меня есть ванная, и можно выпить бокал вина, расслабиться, хочется в 2 часа ночи, но во всяком случае это удается. Я хочу вам пожелать, чтобы вы эти процедуры не забрасывали, а все-таки посещали их. Это масса положительных эмоций, и пока вы так молодой и красиво выглядите, может быть, вы не нуждаетесь, но все-таки... Я хотел сказать как раз в поддержку вашего, скажем так, тезиса о том, что Оскар Уальт сказал, молодость, молодость, в мире нет ничего и равного, однако же в этом же произведении он сказал, молодость это тот недостаток, который быстро проходит. Поэтому пока нам с Ириной не особенно приходится думать о различных процедурах, поддерживающих красоту, однако же и я, и Ирина частенько любим отдыхать, в том плане, что очень важен сон, очень важно поехать в отпуск в нужный момент, очень важно, скажем так, всегда давать себе отчет, что, например, завтра у тебя крупные мероприятия, поэтому не стоит гулять до ночи, не стоит веселиться до упада, если завтра что-то важно, например, как вот сегодня презентация, поэтому во всей этой истории для нас самое главное, что беречь свою красоту с молоду, а там уже дальше будем обращаться к помощникам различным, я думаю так. Как приятно слышать здравые мысли от таких молодых людей, таких очень красивых, замечательных, с такой парой. Еще один вопрос, но все-таки вернемся опять к салонному бизнесу. Вы работаете, обращаетесь к стилистам, есть у вас постоянные, или вы все-таки предпочитаете менять разные, не привязываться к какому-то одному человеку, а любите экспериментировать, либо вообще не задумываетесь даже об этом? У меня постоянные, у меня есть один человек, с которым я уже дружу третий год, и только она знает мои волосы, только она знает, как правильно их уложить, или там сделать, накрутить, например, потому что мои волосы не держат простую плойку, поэтому я люблю доверять только одному человеку. Есть предпочтения в косметических линиях? Вот в этом не могу сказать, потому что все время пробую что-то новое, иногда я запускаю и просто не на это времени, поэтому с этим как-то более люблю все натуральное. Есть ряд косметик, которые я узнала совсем недавно, и они действительно на каких-то, они содержат фрукты, либо овощи, именно свежие, и они хранятся от трех до пяти дней. На самом деле эффект очень хороший. Вы, Дмитрий, имеете ли предпочтение в каких-то косметических линиях? Я отдал слово специально Ирине, для того, чтобы она ответила на все эти вопросы, потому что мне нечем здесь особенно секретами красоты какими-то поделиться, объясню почему, потому что действительно очень занят по жизни, прибегаю домой, умываюсь мылом, хотя, зная, что этого нельзя, и бегу дальше, просыпаюсь, бегу дальше на прямой эфир. Доверяю свою внешность исключительно профессионалам, конечно, всегда все контролирую, потому что, естественно, уже есть опыт, знаю, что идет, что не идет, что сделает так, что в кадре я буду выглядеть хорошо, а что наоборот может сделать так, что это все будет брак, потому что некачественный грим, некачественная прическа – это брак по картинке, так или иначе получается. Но так или иначе я доверяюсь, доверяюсь всегда профессионалам, потому что, ну, и в театре сложный грим, я не смогу, конечно, его никогда сам сделать, ну, и на телевизионных съемках есть моя специфика всегда, поэтому здесь я исключительно за профессионалов, их, слава богу, много, команду нужно долго искать, и приятно, конечно, что вот у Ирины есть постоянный человек, у меня его пока нет, поэтому периодически приходится ругаться, спорить, однако же это прекрасно, мне кажется. Когда-нибудь на этом. Я думаю, что такой человек обязательно у вас появится. И еще один вопрос, что бы вы могли пожелать нашим зрителям, читателям с точки зрения красоты? Что? Я бы хотела пожелать, чтобы они оставались сами собой, и самое главное – нашли свою любовь, потому что когда ты любишь, ты сам по себе становишься прекраснее. Спасибо, прекрасное пожелание. Дмитрий, может быть, вы что-нибудь нам расскажете? Хотя бы два слова. Да мне особенно нечего добавить, это правда, если ты влюблен, причем не обязательно любить конкретного человека, можно любить просто свою профессию, можно любить мир, который тебя окружает, но вот это вот ощущение счастья, которое дарит именно любовь, такое чувство, его ни с чем не сравнить, ни с какими косметическими средствами, ни с какими пластическими операциями и так далее и тому подобное. Самое лучшее, что помогает хорошо выглядеть и хорошо себя чувствовать, это, конечно, ощущение счастья, а его дарит любовь. Замечательно. Спасибо вам большое. Еще раз поздравляем вас с вашим дебютным альбомом. Самого лучшего, успехов, блистать. Я однажды прочитала ваше интервью, вы пишете, я хочу дать концерт на Красной площади. А мы ждем этого концерта. Поэтому пусть ваши мечты сбудутся, мы будем счастливы вас видеть, наслаждаться вашим творчеством, и чтобы у вас все получалось. Спасибо вам большое.